Преподаватели Шелковского района собрались в школе номер 17, чтобы обсудить вопросы модернизации образования и подвести итоги. Это заключительный третий день пятой педагогической ассамблеи. В программу вошли теоретические и практические рекомендации психологов, научных деятелей и издателей дошкольного образования. Очень радует, что такое большое внимание сегодня уделяется педагогам, потому что педагог учится всю жизнь. Нет такого педагога, который получил багаж знаний и с этим живет всю жизнь. Он учится всегда. Это было, будет и есть. В течение ассамблеи педагоги Шелковского района делились опытом своей работы, рассказывали о новых методиках и инновациях в образовательной сфере. В частности, в этом году перед учреждениями образования стоит еще одна задача – развитие технического творчества. В штатное расписание теперь введен педагог дополнительного образования. Школьники поближе смогут познакомиться с робототехникой, видеорежиссурой, лего-строением и другими кружками технической направленности. Мне кажется, что ассамблея прошла удачно. Поставлены задачи, спланированы планы, программы, откорректированные дорожные карты. Мы вступили в новый учебный год. И, конечно, задача всего педагогического сообщества – выполнить самое главное – сделать наших детей счастливыми. Мне нравится та инициатива, которая от самих учителей, от самих руководителей поступает. Потому что это не только показ высококлассный, но это еще и желание приумножить свой профессионализм в этой форме работы или в другой. Поэтому вот это желание сделать лучше с каждым разом и подняться на более высокую ступень. Ассамблея для педагогов стала итогом уже проведенных работ. Лучшие из преподавателей были отмечены грамотами. В этом году у нас очень много достижений в образовательных учреждениях, потому что мы вошли в число лауреатов по стандарту оформления образовательных учреждений. У нас две школы вошли в топ-50 и в топ-100. Повысилось качество знаний. Очень много учителей прошли повышение квалификации. Впереди еще сотни различных мероприятий. Теперь, правильно расставив приоритеты и повысив свой профессиональный уровень, педагоги продолжат учебный год.